Тревожная кнопка нажата в эфире ОНТ. Утренний выпуск криминальных новостей. В студии Марина Мороз. Здравствуйте. Снова трагедия на дорогах. Пятеро погибших, четверо пострадавших. И это только за прошедшие выходные. Рано утром в Могилевском районе водитель Volkswagen не справится с управлением. Кювет опрокидывания. 52-летний мужчина и 45-летняя женщина погибнут на месте. Последней станет и поездка для пассажирки такси. В Воложинском районе лоб в лоб столкнутся два Рено. Обе машины такси. Пятеро пострадали, четверо госпитализированы. Женщина погибла. Потеряет управление на перекрестке с круговым движением. И мотоциклист в Борисове. Байк зацепит бордюр и вылетит с дороги. Оба и мотоциклист, и 45-летняя пассажирка скончались на месте аварии. Известно, что мужчина был пьян. Водитель мотоцикла более 45 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ. Имел действующее нарушение. В момент трагедии он управлял мотоциклом, не прошедшим государственный технический осмотр. От смерти реальной к фигуральной. Кто и как убивает детство. В столице задержан очередной педофил. Его жертва, 8-летняя родственница, девочка периодически приезжала погостеть в один из таких приездов, угрожая физическим насилием. Он заставит школьницу раздеться. Фотографировал голый. С какой целью ты фотографировал голый? Потому что был пухой. Потерпевшая рассказала о случившемся маме, которая обратилась в милицию. Уважаемые родители, обращайте внимание на поведение и психологическое состояние своих детей. При подозрении на совершение преступления в отношении ребенка немедленно сообщите об этом в милицию. Возбуждено уголовное дело. Педофилу грозит до 15 лет тюрьмы. Тревожная кнопка есть у каждого. Сообщайте нам о происшествиях. Присылайте фото и видео. Единый номер для всех мессенджеров. Плюс 3, 7, 5, 2, 9, 6, 9, 7, 2, 10, 2. Сработает на этой неделе и наркоконтроль. На оперативный крючок попались гастролеры-закладчики. Пару наркозбытчиков примут на вокзале при попытке покинуть Беларусь. Позже установят, приехали из России 10 дней назад. Сняли квартиру в столице и распространяли закладки в Минском районе. Всего в тайниках обнаружено более 2,5 килограммов наркотика. Оказалось, что мужчина является в том числе и администратором наркомаркета. Проверяется причастность фигурантов к иным аналогичным преступлениям. Высокие технологии до высоких штрафов доводят. Нелегально торгуешь криптой, будь готов ответить перед законом. 23-летний парень предлагал услуги по купле-продаже криптовалюты в интернете. К результате незаконной предпринимательской деятельности в течение 7 месяцев он провел через свой криптокошелек 1 миллион 200 тысяч белорусских рублей. Высокотехнологичный торговец найден, ему грозит штраф. Вся сумма, прошедшая через криптокошелек, будет обращена в доход государства. Напоминаем, для физических лиц, не резидентов парка высоких технологий, предпринимательская деятельность по обороту криптовалюты запрещена. От одежды и обуви до спортинвентаря. Кто еще не прошел таможенный контроль? Два казахстанских грузовика по документам везли брендовую одежду, обувь и косметику. По факту забыли дописать еще 20 тысяч единиц товара. Оба теперь заплатят штраф 30% от реальной стоимости груза. А через Козловичи польский перевозчик пытался провести спортинвентарь. Стоимость, правда, занизил вдвое. Фактическая цена больше 200 тысяч рублей. Штраф аналогичен 30% от реальной суммы. И ЧП в Воложине. Сотрудники местного кинотеатра заметили разбитое окно. Думали хулиган, но, отсмотрев камеры, сильно удивились. Нахулиганила лесная посетительница. Косуля даже не подумала притормозить. На полной скорости животное врезалось в окно, отскочило и скрылось с места преступления. Жалобы за то, что безбилетницу не пропустили на киносеанс, не поступало. И это все на сегодня. Криминальную хронику рассказываем в телеграм-канале «Тревожные кнопки». Эфирный обзор утром, по вторникам и четвергам. И итоги подводим по пятницам на ОНТ. Будьте вдетельны и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова